Привет, друзья! Сегодня я предлагаю вам небольшой обзор поршневых комплектов. Сегодня я покажу вам поршневой комплект фирмы Метеор. Заодно расскажу вам особенности этих поршней. Уже накопился достаточно большой опыт, я уже очень много лет устанавливаю. Такие комплекты, как бы определенный опыт уже накопился, то есть мнение уже о них есть. Как раз так получилось, что попалось в руки два разных комплекта. Один 50-кубовый на скутер Хонда Дио и второй на Ямаху ДТ-125. Что в общем могу сказать об этих поршнях? Это фирма итальянская. Метеор Пистон Кит. В целом по поршням ничего плохого сказать не могу. То есть итальянцы делают достаточно хорошо. Не знаю, где они их делают, врать не буду. Может быть в Италии, может быть в Китае. Но в целом качество поршней очень хорошее. То есть на сайте фирмы есть сертификаты по материалам, которые они используют для поршней. Могу сказать, что по виду видно, что действительно качество материала хорошее. Это силумин с кремнием, все как положено. То есть очень хорошее качество литья, очень хорошее качество изготовления. То есть поршни в целом очень хорошие. Но есть в этой бочке меда ложка дегтя. Все практически 50-кубовые поршни, которые я видел, которые я ставил, комплектуются. Ну, можно сказать, что не очень хорошего качества поршневыми кольцами. Почему? Потому что это кольца, а я так понимаю, что видимо эти поршневые кольца фирма Метеор делает сама. То есть именитые производители в основном комплектуют свои комплекты качественными кольцами. Такие же не менее именитые производители. Причем кольца, которые в точности копируют оригинальные. Здесь все совершенно не так. То есть Метеор использует на 50-кубовых мопедах свои кольца. Это простые прямоугольные чугунные кольца, которые не имеют покрытия. Вот это, на мой взгляд, самый большой косяк этих комплектов. То есть все хорошо, но очень плохие кольца. То, от чего я пытаюсь уйти в советской технике, в поршневых чугунных кольцах без хрома. Вот вы придете к этому, к советской технике. То есть вы получите кольца, которые имеют очень маленький ресурс. И у вас будет такой же маленький ресурс, вот цилиндр поршневой группы. То есть кольца без хрома очень быстро изнашиваются. То есть если обычные кольца могут ходить и 10, и 15, и 20 тысяч километров на японском скутере, который может не один круг спидометра намотать, эти кольца кончатся очень быстро. То есть тысяч через 6, 5-6 тысяч, вы получите изношенную поршневую и изношенные кольца. То есть 50 кубовые поршня Метеор, ну скажем так, не самый хороший выбор. Поэтому вот это вот учитывайте при покупке. То есть ресурс поршневой у вас будет очень маленький. Другие кольца никакие вы сюда не поставите, потому что эти кольца чуть потолще импортных. То есть никакие другие той же Хонде Дио кольца сюда не подойдут. Ни ТКР-Джи, ни ЦМР, никакие. То есть кольца здесь в этом комплекте идут свои. А так в целом поршень неплохой. Все, теперь перейдем к 125 поршню. Тоже опять же поршень сделан очень хорошо, очень красиво. Не знаю, по весу не взвешивал. То есть по 25-ками немножко все получше. То есть здесь в комплекте идут, ну, по виду чугунные кольца, но они хромированные. То есть мне попадался поршень на 100-кубовый какой-то Хонде, то ли Лиат, то ли что-то такое. Ну, 100-кубовый. И у него тоже были хорошие хромированные кольца. То есть вот эти кольца, по всей видимости, уже, наверное, фирма где-то покупает на стороне, не делает сама, потому что кольца действительно... Ну, обозначений никаких на них нет. То есть вот в 125-кубовых вариантах больших кольца идут хорошие. То есть, в принципе, можно брать, можно ставить. Вот. В целом, по всей гамме ничего сказать не могу. То есть может быть и так, может быть и сяк. То есть когда вы покупаете, ну, смотрите, спрашивайте, уточняйте, если хотите получить хороший и надежный ресурс поршневой. Все. На этом краткий обзор поршней Метеор. Я заканчиваю. В принципе, по-моему, все, что можно было такого интересного по ним рассказать, я рассказал. Все. Всем спасибо. До новых встреч. Ждите новых обзоров. Субтитры создавал DimaTorzok